Все преступления ушли из офлайна в онлайн. Число классических преступлений снижается. Подобные звонки действительно совершаются из тюрем. Почему бы со стороны общих федеральных каналов PrimeTime не запустить ролик о данной угрозе? Всем привет! Меня зовут Дроздов Александр. Мы продолжаем серию наших интервью по вопросам безопасности в интернете. И сегодня снова с нами Ярослав Каргалёв, заместитель руководителя отдела реагирования группы IB. Осенью мы уже обсуждали актуальные мошеннические схемы, способы защиты от них. И Ярослав рассказал историю о том, как устроены мошеннические группировки. Ссылку на это видео обязательно мы приложим в описании. Рекомендую всем, кто не видел, ознакомиться. Это очень любопытный материал. Ярослав, сегодня уже март, соответственно, прошло полгода. В какую сторону двинулось мошенничество в интернете? Какие тренды на данный момент выявлены? И что нового? Да, добрый день, Александр. Спасибо за возможность продолжить всю эту историю, рассказывать вам. Но главным вообще трендом 2020 года стал стремительный рост компьютерной преступности. В первую очередь это финансовое мошенничество с использованием социальной инженерии и телефонии. Из наиболее примечательных схем это закрытые границы. Закрытые границы придут тому, что развивается внутренний туризм, и мошенники также эксплуатируют активно эту тему, масштабируя все свои отработанные схемы на новые сценарии под текущую ситуацию. Так в августе мы стали свидетелями взрывного роста мошенничества с поддельными предложениями по аренде апартаментов, гостиниц, загородных домов, вообще любых мест, пользующихся особой популярностью у путешественников, либо просто у граждан, желающих провести выходные, либо отпуск в новом интересном месте. Мошенники использовали несколько подходов. Первое, такое наиболее простое для них, они различными способами создавали фейковые объявления несуществующих апартаментов, номеров на популярных площадках с объявлениями. Но наиболее интересное с техническим зрением это было создание сайтов-клонов, популярных агрегаторов, например, Booking, Airbnb и тому подобное, где там они вешали все объявления, получается, что все объявления были фейковые, любая покупка бронирования осуществлялась каким-то хищением денежных средств с карты. Следующее, это было создание клонов сайтов гостиниц, загородных домов, где предлагались тоже различные горячие предложения, скидки акций. То есть здесь, как обычно, мошенники эксплуатировали момент срочности. Например, что остается последний горячий номер, и в данный момент его просматривают еще 150 человек. Но стоит отметить, что вторую волну мы наблюдали уже к концу этого года, когда люди планировали новогодние выходные. Есть еще одна относительно трендовая схема, это поддельные сайты продажи АЖД-билетов. Особую популярность у мошенников имели сайты, посвященные скоростным поездам Сапсана. Если до пандемии основное количество подобного мошенничества было нацелено на поддельные сайты продажи авиабилетов, то сейчас они переключились на АЖД-тематику. И там все работает по той же самой схеме. Мошенники регистрируют доменное имя, продажи билетов, Сапсан онлайн, там какая-нибудь еще история. Создают сайт-копию существующего уже реального, легального, либо с нуля создают красочный и простой сайт покупки билетов на любые российские направления. Начинают рекламировать этот сайт. Например, выкупают рекламные места по таким запросам, как покупка билетов, билеты, поезд онлайн. В популярных поисковиках, например, Яндекс, Гугл. И тем самым они становятся выше легальных позиций на сайтах поисковой выдаче. И, соответственно, любая жертва, набирающая такой запрос в поисковике, сначала будет попадать на этот сайт. А, как правило, на таком сайте или на каком-нибудь популярном маршруте, где уже действительно были выкуплены билеты, мошенники на их мошенничном сайте, такие билеты были доступны для покупки. И далее, как и в случае с гостиницами, либо по отдельным сайтам покупки билетов, потенциальная жертва, если попадалась на курячок, все происходило по стандартной схеме. Жертву просили ввести данные своей банковской карты, либо же совершить платеж. И здесь существует два основных сценария. Первый – это через легальный платежный сервис на основе карту карт жертвы переводят денежные средства на карту мошенников. Мошенники автоматизированно разбивали похищенные деньги на мелкие транзакции от дальнейшего их отмывания либо исключения блокировки, заморозки со счетов со стороны финансовых учреждений. Второй способ – это с помощью поддельной страницы они просто похищали данные банковской карты, которая водила жертва. Это номер, срок годности, секретный код, указанный на обратной стороне карты. Далее мошенники просто продавали эти данные на подпольных рынках. Это так называемый рынок кардинга, где наблюдается четкая специализация группировок. Одни злоумышленники специализируются именно на создании этих фишинговых сайтов, на хищение данных карт. И затем они продают эти данные другим злоумышленникам, которые специализируются именно на хищениях денежных средств с этих скомпрометированных карт. Потому что здесь есть какие-то свои особенности, но существует достаточно огромное количество способов это сделать. И вот по нашим данным, как раз таки рынок этого кардинга за 2020 год вырос в два раза по сравнению с предыдущим. И он сейчас, по нашим оценкам, составляет 2 миллиарда долларов. Об этом также свидетельствует... То есть это свидетельствует о чем? О том, что похищенных данных карт стало в два раза больше за аналогичный период. И такую же статистику мы видим по количеству фишинговых сайтов. У нас за 2020 год количество заблокированных нами сайтов увеличилось на 57% по отношению с предыдущим, прошлым годом. Вот. Ну и заканчивая про какие-то новые тренды, нельзя не упомянуть про псевдоброкеров. Мошенники в этой области существовали давно, но именно во второй половине 2020 года мы наблюдаем их чрезмерную активность в интернете. С чем это связано? Как мы все знаем, Центробанк снизил в прошлом году ключевую ставку до исторического минимума, и поэтому банковские вклады для большинства держателей капитала стали непривлекательными. И они все начали искать новые способы хранения своего капитала. Где-то хранение, либо увеличение. И люди начали активно переходить на биржу, вкладывать денежные средства в рынок инвестиций. На основе статистики московской биржи за 2020 год стал для российского фондового рынка рекордным по притоку частных инвесторов на биржу. И как это обычно бывает, этот тренд подхватили кибермошенники. Своих жертв аферисты начали искать на различных профильных форумах по инвестициям, криптовалютам, в обучающих телеграм-каналах, в соцсетях. Для масштабирования схем мошенники использовали в соцсетях объявления о фейковых акциях, призах, розыгрышах от известных людей, либо компаний. И совсем недавно была обнаружена сеть ресурсов псевдоброкера, которая насчитывала более 50 сайтов, маскирующихся под легальные инвестиционные кампании. На таких сайтах они рисуют яркие, красивые цифры с доходами, поддельные отзывы якобы других участников, и они постепенно прорабатывают свою жертву. Они с ней созваниваются, они списываются с ней в социальных сетях, то есть вводят ее в заблуждение, и в итоге жертва переводит какой-нибудь первый взнос, порядка 50-100 тысяч рублей. Потом приходит новый запрос на перевод, и в какой-то момент просто брокер перестает выходить на связь. Сайт брокерской фирмы перестает работать. И вот с начала пандемии в Яндексе зафиксировано более 700 отзывов и жалоб на псевдоброкеров. И по нашим данным, ущерб от действий мошенников в каждом конкретном кейсе в среднем составлял десятки тысяч долларов. Хорошо. А еще, я так понимаю, есть некая информация по статистике МВД, да, по киберпреступлениям и телефонным мошенничествам. Если что-то такое есть, то я думаю, что тоже будет любопытно услышать и отцифровать. Да, это достаточно интересная тема. И вообще вся цифровая трансформация привела к тому, что быстрое развитие дистанционных способов совершения преступлений, при которых отсутствует физический контакт, традиционный физический контакт между злоумышленниками и жертвами, он сейчас отсутствует. Все преступления ушли из офлайна в онлайн. И вот по статистике МВД за январь-июнь 2020 года рост киберпреступности составил 92% по сравнению с аналогичным прошлым годом. При этом число классических преступлений снижается. Это уличные разбои, грабежи, кражи. Выходит так, что сейчас киберпреступность это не отдельный процент, это практически вся преступность. Но наиболее распространенным из всего этого простого мошенничества получили уже традиционные звонки от служб безопасности банка, например, якобы по поводу несанкционированной транзакции либо взлома личного кабинета. И такое увеличение активности нельзя было не заметить. И на протяжении 2020 года в средствах массовой информации то и дело появлялись различные новости про телефонное мошенничество, в частности, про тюремные колл-центры. Даже некоторые независимые компании, компании из телекома проводили свои исследования, которые указывали, что подобные звонки действительно совершаются из тюрем. Даже этот вопрос поднимался в Госдуме, по-моему, в этом году или в конце прошлого, начали разрабатывать законопроекты, требующие от операторов связи блокировать номера заключенных. Но, честно говоря, так себе идея. У нас сейчас другой взгляд на эту ситуацию. И как мы уже неоднократно заявляли, сейчас, если колл-центры в исправительных учреждениях все еще и существуют, то их несопоставимо с числом аналогичных заведениям на воле. Это действительно отдельные колл-центры в офисных помещениях, где люди ходят каждый день как на работу. Для их деятельности нужно немногое. Это компьютер с телефонной гарнитурой и интернет, посредством которого будут совершаться звонки. То есть это на базе СИП-телефонии, что позволяет совершать им звонки, используя любой поддельный номер. И именно поэтому в последнее время часто происходят звонки якобы с московских номеров. Но это же, конечно, не говорит о том, что звонящие находятся именно в Москве. Он может находиться где угодно. Главное условие – это наличие интернета. Кроме того, для мошенников платить за аренду офиса и наем работников выгоднее, чем подкупать сотрудников исправительного учреждения. Подытожу, что распространение в последнее время сервисов по пробиву клиентов банка построенных на инсайдерском доступе к различным базам данных только увеличило объем данных, что привело к увеличению количества и качества таких атак. И сегодня, к сожалению, отсутствуют какие-то такие действенные способы противодействия этому мошенничеству. И поэтому необходимо еще больше вовлечения банков в процесс осведомления своих клиентов о данного рода мошенничества. Чаще всего жертвами такого мошенничества становится взрослое поколение. И, например, вопрос, почему бы со стороны вообще федеральных каналов в какой-нибудь прайм-тайм не запустить ролик о данной угрозе. У меня, например, сейчас нет версии, почему этого еще нет. Так как от такого рода мошенничество может спасти только знание о самой угрозе.